Привет всем туристам, интересующимся и любителям Турции. Заехали мы на пару недель в гостиницу Белконти Ризот в Белеке. Собственно, это самый центр Белека до деревни или поселка, не знаю, как его назвать, который Белек. Собственно, есть тут 15 минут хода гренадерским шагом. Вот такой пафосный въезд, естественно, характерный для всех гостиниц на первой линии в Белеке. Сейчас зайдем глянем, как оно там. Вот дорога ведет к основному корпусу. Вот основное здание, куда подъезжают все автобусы разгружаться и загружаться. Слева расположен шестиэтажный корпус. И точно такой же шестиэтажный корпус расположен справа. Гостиница конца 90-х, постройки тут все так незамысловато. Снаружи несколько столиков под навесами. Можно посидеть перед дальней дорогой или после дальней дороги, кому как. Зайдем внутрь глянем. Справа ресепшн. Хорошие ребята работают, по-моему, из Киргизии. Денег не вымогают. Заселят ровно туда, в тот номер, который вы оплатили. За доплату, наверное, можно будет переселиться. Мы не пробовали. Поздний выезд до 18 часов будет вам стоить 100 евро. Это с 12 до 18. Имейте в виду. Двинем прямо. Два старейных автомобиля стоят. За автомобилями то, что надо. Это бар. Он работает 24 часа в сутки. Здесь ассортимент напитков отличный. Выбор виски. Видов 8, наверное. Пару видов. Текила. Текилы. Джин. Английский настоящий. Гордонс. Бифитер. Естественно. Ром. Два-три вида. Пиво. Вино. И прочее. Сделают вам коктейли, если пожелаете. Есть орешки. Такая смесь. Там в этой смеси можно что-то выловить. Вкусненькое. И выход на террасу. Справа от выхода игровая комната. Шашки, шахматы, шишбеш и прочее. Вот, собственно, сама терраса. Здесь можно посидеть, выпить, закусить. Можно просто сидеть и не выпить, и не закусывать. Открывается отличный вид на гостиницу. На всю территорию. Из-за зелени, правда, море не видно. Забыл сказать, есть еще шампанское местное, турецкое, драй. Неплохое. Справа от входа лестница на первый нулевой этаж. Это лобби расположен на втором этаже. И далее переходы в корпуса. Есть лифт здесь слева. На входе также есть приветственные напитки. Кроме безалкогольных, есть и шампанское. Одна бутылка не вскрытая, одна вскрытая. Хотите, можете выпить. Можете не пить. Слева от входа гестерлейшн. Две-три девочки постоянно сидят. Все говорят почти на русском языке. Помогут вам решить какие-то проблемы, если возникли в процессе отдыха. Слева, если идти от входа, тут небольшая библиотека, где можно подобрать книги на любом языке и оставить свою, которую вы уже прочитали. И также симметрично, оси симметрии центральной, будет лифт, который обслуживает гостей, проживающих в левом корпусе. Спускаюсь по лестнице. Это первый этаж. Тут что-то типа конференц-зал. Не видел, наверное, что здесь что-то проводилось. Точно такая же лестница идет параллельно в левом корпусе. Это граунд-флор, нулевой этаж. Слева вход в спа. Несколько магазинов. Цены такие же, как и в билете, как ни странно. Тут в холле телек. Можно посидеть его посмотреть. Можно просто посидеть, не смотреть. И здесь же... Все, да, опять магазины. Парикмахерская. Такая территория тут не очень большая в этом центральном корпусе. И вход в столовую. Ну или ресторан, кому как угодно. Это я зашел в ресторан. Из центрального входа гостиницы. И хочу показать тоже сквозной выход прям к бассейну на нулевом этаже. По территории гостиницы ползают черепахи. Их очень много. Публика это сильно развлекает. Все хотят погладить, потрогать. Черепахам, наверное, не нравится. Покажу номер, в котором мы живем. Вот если встать спиной к основному корпусу, лицом к морю, то справа будет такая дорожка. И здесь видны вот эти корпуса, которые называются клубные комнаты. Мы живем в шестом корпусе на втором этаже. Сами эти клубные номера, они ничем не отличаются от стандартных номеров в основном корпусе. Просто они немного дешевле. Также они 30 квадратных метров. И все то же самое, что и в основном корпусе. В основном корпусе есть номера подороже, делюкс и эти же стандартные с видом на море. Не уверен, что что-то вы от этого выиграете, но в цене потеряете. Эти номера подешевле, а в общем то же самое. Сейчас зайдем глянем, что из себя представляет номер. Вот наш номер 3629. Заходим направо в туалет с ванной. Здесь нам предлагают шампунь, гель для душа и кондиционер. Нет боди лошена, сразу предупреждаю. Кому это интересно, берите с собой. Хороший очень душ. Все чистое, свежее. Эти номера ремонтировались в конце 2023 года или в начале этого. Тут видно даже, что на швах герметика ни желтизны, ничего нет. Все очень чистое, новое. Слева от входа шкаф. Раз, два, три, четыре, пять. Пулок. Сейф бесплатный, который легко управляется. Тут написана инструкция. И платяной шкаф. Довольно вместительный, свеженький. Мы когда заселялись, тут даже был запах свежеструганного дерева. Видно, что ремонт был совсем недавно. Есть чайник. Постоянно пополняют воду. Кружки. Чай, кофе. Мини-бар. Мини-бар бесплатный, тоже пополняют каждый день. Пиво, пепси-кола, чай, липтон, минеральная вода, молоко, сок и крыкеры. Тут же слева подставка для чемодана с большим выдвижным ящиком. Справа стол, пара стульев. Прикроватные тумбочки. Тумбочки тоже удобны тем, что у них выдвижные ящики. То есть, в некоторых гостиницах большая проблема с этими емкостями. Их просто нет, ящиков. Здесь ящики все на месте. И мебель, которая расположена напротив кровати, она тоже снабжена выдвижными ящиками. Кровать не очень большая. 160 сантиметров в ширину. Имейте в виду. Освещение довольно современное. Включать не буду, в этом нет необходимости. И выход на балкон. У нас солнечная сторона. Видно даже море. Любителей моря это порадует. Море видно. На балконе табурет. Или столик, не знаю как его назвать. Два стула. И сушка для белья. Номер 30 квадратных метров. Вполне нормальный, достойный. Точно такие номера в основном корпусе называются стандарт с видом на сад. Но они стоят дороже значительно. Покажу основной ресторан гостиницы Белконти. Вот это вход на первом этаже самой гостиницы. Зал справа. Там гарибар. И места для клиентов. Довольно удобные стулья. Скатерти белые, сверху красные. Сейчас время обеда 13 часов. Но людей мало, так как основная масса видимо ест на пляже. Пройдем по раздаче по кругу. Посмотрим. Пару супчиков. Приправы. Выпечка. Хлеб. Лепешки. Пицца. Спагетти с соусом. Дальше мясные блюда, которые готовят тут же. Куриное мясо тушеное. Спинат с рисом. Курица на гриле. Друзья, это не курица, это индейка. Курица вот. Картофель фри. В центре зала прямоугольные стойки, на которых раскладывают еду. Это вот фрукты. Целый день тут есть арбузы. Все, в общем, сезонное. Яблоки, груши, дыни. Алыча появилась зеленая, но ведь не пробовал. Апельсины, дрейпфрут. Паровая рыба. Это уже стойка с горячими бюлями. Картофельное бюре. Что-то мясное, рис, сатэ куриная, говядина. Рикадельки. Ну, в общем, выбор есть. Следующая стойка с горячими закусками. Тут сыр, который остался от завтрака. Что-то холодное. Повара его разукрасили. Мясо, овощи на любителя. Тут же салаты, залитые майонезом, видимо. Большой выбор. В общем, салаты по всему периметру. Сейчас подойдем к другой стойке. Рядом здесь свежие овощи. Салат. Помидоры, огурцы. Перец. Еще помидоры, еще огурцы. Салат. Для любителей силоса всякая трава. Оливки, маслины. Целые, с косточки, резаные, какие хотите. Соусы. Гранатовый соус, томатный. Оливковое масло, естественно. Йогурт, сметана. Везде в гостинице вот такие. Автоматы с кофе. Фильтрованный кофе, обычный автомат. Чай. Заваренный. Можно выбрать чай в пакетах. Черного тут нет, только фруктовый. Различных видов. Такие автоматы стоят по всей гостинице. И десерты. Выбор очень большой. Я не любитель сладкого, поэтому советовать ничего не буду. Ну, как обычно в турецких гостиницах, кто часто ездит, знают. Влево от раздачи еще один большой зал. Его открывают только на ужин, когда тут больше всего людей. Здесь же в коридоре что-то жарят, варят, парят на ужин. И вот, можно сказать, центральный выход на улицу. Есть веранда вдоль всего помещения. Очень популярная. Здесь трудно найти место и на обеде, и на ужине. Выходим на улицу в сторону бассейнов. Здесь гриль вечером делают. Сейчас все закрыто. Вечером здесь будут жарить. Итак, самая главная еда. После основного ресторана покажу, что есть в районе пляжа. Там все сосредоточено. Идем по левой дороге в сторону снэк-бара. Назвал я его снэк-баром. На самом деле это снэк-ресторан. Работает с 12 до 16. Слева нас встречает бар с дружелюбным барменом. Хороший парень. Всегда весел, бодр. Наливает, что попросишь. Такое вот возбужденное конденсанером помещение. С овощами, фруктами. Тоже большой выбор. Все есть, перечислять не буду. Немного фруктов и сладостей. Далее двигаем в сторону раздачи. Дежурный супчик. Мясо, рис, котлеты. Спагетти. Курица на гриле. Опять курица. Рыба. Картофель фри. Овощная запеканка. Здесь парень делает пиццу и пиде с мясным фаршем. Такие вот столики. Очень приятные, приличные, деревянные. Долго не засидитесь. Но тут долго сидеть и не надо. Покушал и свободен. Астаматы с чаем, кофе. Очень популярное местечко. Люди обычно обедают здесь. В основной ресторан не ходят. Продолжаем движение в сторону моря. Поворачиваем направо. И пойдем глянем, что там. Тут мы натыкаемся на точку с мороженым, которая работает с 12 до 18. Мороженое альгида турецкое. Рекомендую, очень вкусное. Тут же парень делает нам в стаканчиках порционно клубнику и арбузы. Арбуз, видимо, окончил. Сейчас поднесут. Окончивает с клубникой. Где-то примерно 2-3 часа здесь раздают. Следующая точка. Гамбургер Баффет с 11 до 18. Хорт-доги, гамбургеры, колбаса, картофель фри, буковые кольца. Тут же небольшой выбор салатов, зелени. Ну, вернее, не салатов, а зелени. Еще и вафли здесь выпекаются. Для них разные начинки. Не успели мы отойти от гамбургерной. И тут же натыкаемся на следующую еду. Это любимая всем советским народом в Йозлеме. Такая капитальная точка. Все очень цивильно сделано. Рядом поилка. Есть кофе, чай, айран. Айран, кстати, в этой гостинице разливной, что довольно удивительно для дорогой гостиницы. Обычно айран расфасованный. И тут же картофельные клубни делают. То есть вареный картофель вам разрежут внутри и положат в огромный картофельный клубник любую начинку, какую вы закажете. Вот так это выглядит на картинке. Забыл сказать, Гюзлеме работает с 11 до 16. И во всей гостинице стоят холодильники с водой. Но вода не в бутылках, а расфасованная в такие классиковые емкости по 200 миллилитров. Центровое место курорта. Бар у бассейна и амфитеатр. Ну, это, собственно, не амфитеатр, а сцена. А стулья они расставляют здесь, ближе к сцене. Каждый вечер здесь проходит шоу. Шоу довольно хорошее. Такие качественные артисты, группы, постановки. Ну, в общем, сходить можно. Провести вечерком время. Фотостудия для любителей посниматься за деньги. Здесь небольшой бар, такой в турецком стиле. Готовят турецкий кофе. Можно посидеть, попить, расслабиться. Или наоборот, раз допрячься. Кому как. Автоматы с напитками. Тут же место, где с утра и до аведа делают свежевыжатый сок. Очень вкусный. Девчонка старается. Чай, кофе. Как везде, в других местах гостиницы. Ну, и бар. Собственно, сам бар. Вино, пиво и прочие напитки. Вот все, что вы здесь видите, это все наливается. Просто надо сказать, какой виски вам налить. Какой джин. Текилу. Ром. Все нальют. Ребята очень доброжелательные. Делают коктейли. Есть список коктейлей, которые они делают. Бар работает с 10 до 23. Тут же холодильник с водой. Как я уже говорил, вода засована в пластике и стаканчики по 200 мл. Справа от сцены смена поводенец. Работает с 8 утра до 17. Включили на большом экране финал Лиги Чемпионов. Немцев в гостинице, пожалуй, большинство. Но пока не слышно кричалок Форсе Дойчланд, вперед Барусия. Все смотрят молча. Покажу спортивное сооружение в Белконте Ризотт. Вот въезд в саму гостиницу, дорога к главному корпусу. И если идти по дороге, справа здесь будет поворот к теннисным кортам, которые расположены чуть ниже. Здесь два корта, на одном есть баскетбольное кольцо. Калитки на корты закрыты. Мы здесь ни разу не играли и не пытались. Пока в этом нет необходимости. В детском мини-клубе сейчас 15 часов. Есть два кольца таких огороженных, где можно покидать мячик. продолжаем движение в сторону моря. Справа футбольное поле стандартного размера. Иногда пацаны здесь бегают, но я ни разу не видел, что кто-то играл. Игровой клуб, он работает целый день, но вечером здесь люди толкутся, можно поиграть в настольные игры. Все это естественно за отдельную плату. Кольцо баскетбольная огороженная решетка, это уже бесплатно. Тут лежало два мяча, но они где-то валяются рядом. Это бесплатно можно покидать. Два стола для настольного тенниса. Ракетки есть, шарики есть, вечером есть освещение хорошее, все видно. Тоже бесплатно. Главное достоинство гостиницы, вот здесь расположено 8 теннисных портов. отделены на четыре секции по два корта. Есть стеночка, где можно постучать, если вы приехали один, но с ракеткой, и не нашли себе пару, можете позаниматься. Что вообще большая редкость для гостиниц стенка. Они пронумерованы, всего здесь 8 кортов. Покрытие хорошее, жесткое, но такой недешевый бетон. Сетки натянуты отлично, за этим следят. Вот парень сейчас убирает. Если хотите поиграть в теннис, вам сюда. Ракетки, освещение, уроки тенниса, все это платно. Но мы ездим со своими ракетками, поэтому не интересовались даже сколько стоит и где это все находится. за пол баром находится дискотека на открытом воздухе. Отнесем мы тоже к спортивным сооружениям, хотя тут спорт смешан с алкоголем. Работает она с 22 45 до 24 ежедневно. Ну так же я говорил уже на пляже есть волейбольная площадка. До обеда, после обеда можно... Площадка нормальная, сетка так себе натянута, но песок чистый, можно спокойно играть босиком. Зайдем в спа-центр, как я уже говорил, он на гранд-флор на нулевом этаже. Справа сразу туалеты, кабинет доктора, естественно, но этот доктор будет за деньги. Вот это темное помещение, дискотека, ни разу не видел, чтобы она работала, но она, наверное, не работает дискотека на улице. Вот, собственно, вход в сам спа-центр. Двигаем налево, что-то типа ресепшена, ребята. слева в спортзал. Если вам его откроют, если попросите, надо быть в спортивном обои. Внутренний бассейн. Все работает до 20 часов. Очень хорошо. Вот, напротив, выход прямо на улицу. поворачиваем направо, войдя в помещение после бассейна. Здесь стимбас, это комната, парилка влажная для гостей бесплатно. Налево сауна, тоже бесплатная для гостей и гостиницы. сауны есть, окно на улице, чтобы прыгать в снег. Снега правда нет, но окно есть. И турецкая баня. Персонал очень дружелюбный в спа, никто за руки не хватает, не пытается затащить на массаж или какие-то процедуры, как это частенько бывает в других гостиницах. но ходят по пляжу у бассейна предлагают. Несколько видов массажа, тайский массаж, естественно, тут какие-то похожие на тайцев люди. Интересно, в Таиланде тайцы остались или все делают массаж по всему миру. Бассейны. Вот это можно считать основным бассейном. Посредине лягушатник небольшой. Вода теплая. Май, сегодня 24-е, 25-е мая. Но вода хорошо прогревается в бассейне. Теплее, чем море, во всяком случае. Рядом второй бассейн с горками. Бассейн большой, глубина тут метр сорок. Горки можно назвать детскими. Как раз для детей и для пенсов. То, что надо. Сильно не разгонить. Сейчас поднимусь наверх, покажу оттуда. Вот вид на бассейн с самой верхней точки. Видно и тут бассейн где горки и основной бассейн. Слева корпус гостиницы. Вернее, два корпуса. Они примерно симметричны от центрального хода. Справа море. Футбольное поле. футбольное горки отсюда не видно и загораживает зелень. И вот если встать центрального входа гостиницы, то справа вот такие трехэтажные коттеджи, где номера так называемые клуб-рум. Они ничем не отличаются от номеров в основном корпусе. по размеру также 30 квадратных метров, только номера делюкс, по-моему, 47. Не 47, 40 у них написано, но не знаю, не поднимался, не смотрел. В целом, территория гостиницы очень большая, зеленая. Для любителей погулять есть раздолье. Покажу пляж гостиницы Белконти Ризотт. Сейчас я со стороны моря нагружусь примерно посредине. Вот место спасателя. Бар пляжный. До бара мы еще доберемся. Пляж неплохой, пологий вход в воду, мелкая галька, песок. Увына увеличивается постепенно. Справа, если встать легком к морю, в конце пляжа водные виды спорта и пляжные бунгало, которые продаются за отдельную плату по-моему 20 евро в день. Большой дефект этого пляжа в отсутствии пирса. Я просто брал тур в спешке, цена упала, взял, думал, в Белеке на первой линии все гостиницы с пирсом. Оказалось, что одна без пирса это именно она, так что приходится как лох в воду заходить с берега. От солнца на пляже навесы, удобные, хорошие, неплохие лежаки, такие, с толстой сетки, на которой матрас не нужен. Всего хватает, даже с учетом того, что гостиница полная, еще ни разу я не видел, чтобы не было свободных мест. на левом краю пляжа волейбольная площадка, есть несколько точек с душем, кабинок для переодевания и для мытья ног, когда вы покидаете пляж. У каждого входа это есть, а входов несколько. Наконец, главное место центральное, даже географически, оно же место притяжения всех туристов, это бар на пляже. Сейчас глянем, что там наливают. Холодильник с водой, автоматы с коктейлями, разливной айран, стойка с кофе и чаем. Есть чай в пакетах, есть чай обычный, заваренный. С выпивкой все так же, как в остальных барах, гостиницах. Пиво, вино, красное, белое, импортный алкоголь, несколько видов виски, вот все, что вы видите сейчас на стене, это все наливается. Thelmuth, Rose, Bells, Teachers, Ballantyne, 6 или 7 видов виски, два вида текилы, шампанское, вермут неплохой, грай, бьянка, ром, в общем, все, что есть в гостинице, в остальном баре, есть и здесь. так что, я думаю, всем понравится. Если вы не скажете, какой виски или ром вам налить или текилу, то он может плеснуть и местного, так что, будьте внимательны. Вечером в этом баре живая музыка выступает, там девица поет и пару чуваков. Ничего, так мы были пару раз, поплясали. Привет всем. Хочу поделиться впечатлением своим от гостиницы Белконди, в которой мы прожили около двух недель. Расположение гостиницы отлично. В самом центре Белека географически до самого поселка Белек центрального. Тут идти гренадерским шагом минут 15. Очень удобно. Кому хочется прогуляться, заняться шопиком, походить по магазинам. На первой линии гостиница расположена большая очень территория, зеленая, ухоженная, постоянно здесь что-то. Цветочки растут, работают ландшафтные дизайнеры день и ночь. Питание, отличное питание, на мой взгляд. Все было хорошо. В ресторане чисто, очень много официантов, все шустрые, быстро убирают скатерти на столах. Два комплекта скатерти, белые сверху, красные, их меняют перед каждым клиентом. То есть, вы приходите, если кто-то там до вас ел, то скатерть сразу поменяют. Что мне еще понравилось, это отсутствие тележек с грязной посудой в зале. То есть, посуду уносят в заднее помещение, там куда-то там вывозят. Но тележки с грязной посудой по залу не катают. целый день арбузы и клубника во всех заведениях и на пляже, в баре, в ресторане, в снэк-ресторане на пляже. То есть, с утра до вечера тут клубника, арбузы, ну и фрукты по сезону, яблоки, груши и все прочее. Номера. Кроме основного корпуса здесь еще так называемые клубные номера, это несколько коттеджей трехэтажных. Они, номера ничем не отличаются от номеров стандартных в основном корпусе. Просто стандартные номера в корпусе будут значительно дороже. И если вы не хотите переплачивать, могу посоветовать смело брать клубный номер. Нам попался номер удачный, только после ремонта все свежее, чистое. И, в общем, мы остались довольны. Размер номеров все одинаковые, 30 квадратных метров. Что там, что там. Анимация. Нормальная, обычная анимация. Все, что положено, все они проводят. Есть очень хорошая площадка для йоги, закрытая полностью синтетическим покрытием с крышей, коврики, полотенца. В общем, неплохо все сделано. Спортивная инфраструктура тоже неплохая. Тут самое главное это 10 теннисных кортов, которые в отличном состоянии. Хорошее покрытие, твердое. Сетки натянуты, как положено. На кортах убираются. Люди, видимо, приезжают сюда специально поиграть теннис, потому что мы приехали со своими ракетками, но было пару дней, когда все корты вечером были заняты. Все играют. 8 кортов расположены здесь на территории недалеко от моря и 2 корта там у центрального входа, но они в некотором удалении и я не видел ни разу, чтобы там кто-то играл. Мы, естественно, тоже туда не ходили. Волейбольная площадка так себе, но она есть. Есть баскетбольное кольцо, есть корзины такие специальные. Покидать можно баскетбольный мячик, металлическое ограждение, чтобы он никуда не улетал. И пара столов для настольного тенниса, шарики, ракетки. Все есть. Спа, нормальный спа. За руки не хватают, не тянут, не уговаривают. Там в районе спа есть спортивный зал, есть сауна, есть паровая баня, турецкая баня. Все это входит в стоимости. Самое главное бары. Три бара. Три бара здесь даже четыре получается. Один на ресепшене работает круглосуточно. Один на пляже, один у бассейна и бар, снэк-ресторане. Спиртное очень хорошее. Все где-то семь-восемь видов виски, я насчитал, шотландского. Пару видов американского бурбона, джимби, бурбон, еще там что-то. Три вида текилы, ром, шампанское местное, сухое, очень хорошее. вермут, драй, бьянка, ну, естественно, пиво, вино. Во всех барах бармены наливают ровно то, что вы поросите. Даже если этого вида виски не будет на витрине, он входит в подсобное помещение, принесет и вам нальон. Бармены очень доброжелательные, дружелюбные, в общем, атмосфера такая приятная. Вечером проводятся анимационные шоу 21.30. Шоу очень хорошее. Вот сколько мы были. Шесть раз в неделю проводится шоу, шоу привозные, красочные. Я, честно говоря, такого нигде не видел, хотя мы во многих гостиницах тут были уже. Итог, хочу сказать, гостиница, на мой взгляд, очень хорошая, учитывая соотношение цена-качество. В этом районе все гостиницы очень дорогие. она была по цене поймана в самом низу, была скидка где-то дней за шесть до вылета, потом цена опять поднялась. Цену говорить не буду, потому что это не имеет смысла. Ценообразование очень динамическое и туроператоры ставят цену иногда, ощущение такое, что просто произвольно. Но мы поймали цену внизу, съездили очень удачно, поэтому, если кто-то в этом районе Белека будет искать гостиницы, рекомендую, думаю, вам понравится. Всем удачи, хорошего отдыха, до свидания.